Это Ютландия. На этом полуострове располагается такое прекрасное скандинавское государство, как Дания. Она соединена с европейским континентом лишь маленьким перешейком. А это Германия. И да, она большая. У неё сильная армия вермахта. Но даже несмотря на это, Дания всё равно могла бы защитить себя, учитывая, что у Германии было мало пространства для завоевания полуострова, а следом и остальных островов, расположенных немного восточнее. У Дании была многовековая история морских сражений, и на воде она чувствовала себя, как рыба. Но всё же, почему Дания так быстро сдалась Германии? Предпосылки. После прихода в Германии к власти Адольфа Гитлера, правящие круги Дании балансировали между Великобританией и Германией. В 1939 году был подписан датско-германский договор о ненападении. Впрочем, многие в Дании понимали его несостоятельность, что подтвердили последующие события. А 9 апреля 1940 года Дания в нарушении договора с Германией была оккупирована силами вермахта в рамках датско-норвежской операции. Через час после начала операции правительство и король Дании отдали приказ вооруженным силам не оказывать сопротивление агрессору, и они капитулировали. В целом, операция по оккупации Дании заняла несколько часов. Потери германской армии составили два военнослужащих убитыми и десять ранеными. Теперь нас интересуют следующие. Почему датское государство отказалось защищать свой суверенитет от внешнего агрессора? В начале Второй мировой войны Дания объявила о своем нейтралитете, однако 17 декабря 1939 года в Берлине был утвержден план по захвату страны. 9 апреля 1940 года в ходе операции Везерюбунг немецкие войска за считанные часы оккупировали страну. Изначально король Дании и правительство сохраняли свои полномочия при фактическом режиме протектората, однако с 29 августа 1943 года начался режим военной оккупации. Но наверное Кристиан Десятый пошел бы на войну с Германией, если бы играл в War Thunder. Ведь War Thunder это динамичный онлайн экшен, где ты можешь воевать против кого угодно в любое время. Бейся за Сталинград во Второй мировой на Т-34 или доминируя над джунглями Вьетнама на UH-1 Хьюи. Испытай мощь передовых технологий на Абрамсе, МиГ-21 и Т-80У. В War Thunder доступны театры военных действий по всему миру, от старых российских деревушек до современных погрузочных портов и Аляски. Изучи весь 20 век через переломные события столетия. В твоем распоряжении более 1700 единиц военной техники разных эпох. Самолеты, танки, корабли и вертолеты можно улучшать и настраивать под выбранную тактику. В War Thunder современная графика и продвинутая физика. Более достоверных битв 20 века ты не найдешь нигде. Воюй против других игроков сам или в составе отряда. Реши исход битвы умением и тактикой. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и получай бонусы для легких побед в начале игры. В отличие от других стран, находившихся под оккупацией Третьего Рейха, датские институты и организации продолжали свою работу вплоть до 1945 года. Правительство Дании и король Кристиан X балансировали между сохранением демократической и тоталитарной систем до тех пор, пока немцы не отправили в отставку датское правительство из-за их отказа от введения смертной казни за саботаж. ОКУПАЦИЯ Уже 10 апреля было сформировано новое коалиционное правительство Национального Единства Датского Королевства, куда вошли представители ряда оппозиционных партий. Вооруженные силы Дании были сокращены, а вскоре началось изъятие тяжелого вооружения датской армии в пользу вермахта. 12 апреля датский генерал-лейтенант Беллен Приор объявил о своем выступлении по радио благодарность датской армии за ее поведение во время агрессии. Он сказал, что никто в армии не нарушил своего долга по отношению к королю и родине. Вскоре немцы принудительно установили невыгодный курс датской кроны по отношению к немецкой марке – 208 датских крон за 100 немецких марок. В соответствии с договором о торгово-экономическом сотрудничестве Дании и Третьего Рейха, торговля с Англией была запрещена, а экономика полностью переориентирована на Германию, куда поставлялись продукции сельского хозяйства и уголь. Кроме того, банки Дании обязались субсидировать германскую экономику и вермахт. 8 июля 1940 года было сформировано новое правительство Дании во главе с Турвальдом Стаунингом. 25 ноября 1940 года датское правительство подписало антикоминтерновский пакт, а 25 июня 1941 года разорвало дипломатические отношения с СССР. 11 декабря 1941 года на датских заводах началось производство продукции для вооруженных сил Германии, чтобы начать строительство укреплений и фортов вдоль побережья Атлантического океана. В первые годы нацистское руководство Германии ввело так называемый «мягкий режим» оккупации страны. Дания использовалась как витрина миролюбивой политики на оккупированных территориях, формально оставаясь независимым государством. Гитлер в отдельном меморандуме гарантировал территориальную целостность и независимость страны. Политическая жизнь страны оставалась неизменной. Продолжали действовать король, правительство, парламент, самоуправление и политические организации. В начале оккупации нацификация общественной жизни не проводилась, а деятельность профсоюзов не запрещалась. Но вскоре были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, собраний, митингов и демонстраций. Как я вам ранее сказал, датская экономика начала работать на вермахт и Германию. И все это дошло до того, что к 14 декабря 1940 года внешний долг Германии Национальному банку Дании составил 420 миллионов датских крон. И чтобы ограничить инфляцию, правительство Дании было вынуждено увеличить налоги. Усиление оккупации 29 августа 1943 года правительство Дании было разогнано. Власть в стране перешла к немецкой оккупационной администрации в лице имперских уполномоченных секретарей по Дании. В страну были введены армейские части и подразделения гестапо. Начались массовые аресты. Вместе с ужесточением оккупационного режима в Дании начался рост сопротивления. Так, например, моряки датского военно-морского и торгового флота затопили 29 кораблей и еще несколько вывели из строя. Кроме того, 13 кораблей совершили переход в нейтральную Швецию, где были интернированы. Только прямые расходы Дании на содержание немецкой оккупационной администрации, войске полиции, строительство дорог и снаряжение для немецкой армии, а также возмещение транспортных расходов оккупантов и обеспечение деятельности предприятий, выполнявших германские заказы, в период с 9 апреля 1940 года по 4 мая 1945 года составили 8 миллиардов 40 миллионов датских крон.